Приветствую вас. Прочитал ваш вопрос. Давайте мы с вами постараемся его разобрать. Собственно, чего вы хотите от психологов, вы не написали. Не очень понятно, чего вы хотите от нас. Вы описали ситуацию, вы описали проблемы, вы описали то, что вас волнует и это понятно, но вы не написали, чего хотите от психолога. Вы написали о своих желаниях, что вы хотите этого, 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 этого. Но непонятно, какую проблему вы хотите решить с помощью психологов. Вот. Вы пишите о том, что не можете трезво оценивать ситуацию. Ну так, ее никто не может трезво оценивать. Особенно, пока находится в ней. В ситуации. Поэтому, я полагаю, что это очень важный момент. Что вы пытаетесь ее трезво оценить. А это сделать нереально. Здесь немножко другие критерии и другие основания, на которые вам нужно опираться при выборе своего поведения. Из-за того, что у вас нет заброса к психологам, но есть проблема. Вы получаете возможность для себя интерпретировать как угодно ответы и выбирать тот ответ. Отталкиваться на тот ответ, который вам лучше всего, больше всего понравится. И отталкивать другие ответы, которые запрагивают темы вам неудобные. Это такая уловка, ланфейка, на первый взгляд, кажущая совершенно безобидной, но на самом деле она очень важна. Это показывает и демонстрирует то, насколько вы готовы и готовы ли решать проблему. Начинать в любом случае взаимодействие с вами нужно с выработки своей четкой позиции, которая соответствовала бы важным представлениям о себе, но самое главное не была бы вредна слова. В этом контексте чувство вины, материальная основа, тревожность, стремление к браку, к тихому счастью, некие ожидания от мужчины. И тенденция к перекладыванию ответственности является ключевым моментом, на который вам необходимо обратить свое внимание.